Торговый центр Торговый центр В Москве и так бесчисленное множество, но митинские чиновники так хотят, чтобы граждане торговали и развлекались, мотивируя это заботой о населении, что проникаясь этой заботой хочется немедленно усыновиться или увнучиться. На протяжении достаточно длительного времени мы шли вместе с жителями и мы тоже депутаты всегда высказывали позицию о том, что нам не нужен лишний торговый центр. Но на мой взгляд нам нужен спорт. И я вижу, что сегодня наша инициативная группа митинская тоже за спорт. Я верю, что мы с ними договоримся, мы найдем компромиссное решение. Я верю в то, что то поручение, которое дал мэр в мае месяце при встрече с депутатами муниципального собрания митина, а на территории Дубравной, 51, приоритетным должен быть спорт и будет выполнено. Только задача наша одна – идти вместе. Идти вместе для того, чтобы действительно то, что сегодня необходимо жителям, оно было. А что мешало начать строительство Ледового дворца раньше? Ледовый дворец, дело в том, что вы понимаете, это старая история, уже более 10 лет. Раньше инвесторы, это же все-таки коммерческий проект, коммерческий. Раньше инвесторы, которые выходили с предложениями, значит, где-то 70% торговли, 30% спорта. Естественно, это отклонялось. Сегодня тот проект, который вынесл застройщик, в принципе не устраивал ни нас, ни инициативную группу. И когда мы вместе с жителями стали обращаться к органам исполнительной власти и к управе, и к префекту, нас поддержали. Мы вышли на уровень, я еще раз повторяю, мэра, и нам мэр пообещал, что вопрос будет пересмотрен. И сегодня то, что было принято решение градостроительной земельной комиссии отклонить первый проект, тот, где действительно реально преобладают торговый центр и коммерческая составляющая, и рассмотреть новый проект, где около 70% будет спорт, я поддерживаю. Группа провокаторов, явно проплаченных лоббистами строительства, прикрывающихся тем, что Ледовый дворец будет таки построен, устроила несанкционированные пикеты за ограждением. Правда, никто из них не уточнял, что этому дворцу выделяют лишь 9,5% от общей площади масштабного строительства, а у торговых воротил уже текут слюни от грядущих барышей. Спекулятивное прикрытие коммерческих интересов – конек нынешней власти. Зато полиция делала вид, что не замечает административного нарушения со стороны провокаторов. Пришлось указать на непорядок. Здравствуйте, господин подполковник. А вот здесь незаконный пикет, насколько известно. А почему вы их не задерживаете? Это же незаконно. Какой проституции? А почему вы их не задерживаете? Это провокаторы. Я просто очень боюсь, что вот такая же стройка торгового центра появится и в моем любимом, например, Темирязевском парке. Или в парке Льва Николаевича Толстого в Химках. Ну, Темирязевский парк, понятно, он в Москве, да? Парк Льва Николаевича Толстого в Химках. Это просто парки, которые я лично очень люблю и там бегуя. Там живут близкие мне люди. И мне не хотелось бы, чтобы вместо парка вдруг у нас вырастал торговый центр. Вот это страшный прецедент, то, что происходит здесь. Обратите внимание, это Митина. Да, то есть это на окраине Москвы. Они начинают откусывать так издалека и потихонечку. И вот, чтобы это дело остановить, я сюда и приехала. Потому что я считаю, что это очень важное мероприятие. И они большие молодцы. Это особенное время. Предвыборная кампания главы города. И я надеюсь, что у ребят все получится. Мы знали, что будет Литовый дворец. Никто совершенно не возражал. Он был совершенно другой площадью. То есть это 35 тысяч квадратов и 120. Такая небольшая разница. Да, в три раза больше даже. И мы с огромным удовольствием ждали этого Литового дворца. Более того, мы видели этот проект застройки. Этот проект не затрагивал зеленую зону. Не подразумевал вырубки деревьев. Засыпки русла ручья. Ничего такого. Ради бога, мы были очень за. Мы против того, во что трансформировался этот проект. То есть от Литового дворца осталось 10 тысяч квадратов. А все остальное, вы думаете, 111 почти тысяч. Это торгово-развлекательный центр, аутлет-центр и огромная подземная парковка, которая, собственно, уничтожит наш ручей. Конечно, мы возражаем. Компромисс невозможен, потому что мы проверили. Мы прошли все законные методы до единого. Мы продолжаем ими же действовать. Но они не работают. И только предвыборная вот эта суета вокруг известной персоны нашего Собянина Сергея Семеновича, только она приостановила стройку, которая легко может начаться в любое время. И если она начнется, ваши дальнейшие действия, что вы будете делать? Мы первым делом соберем инициативную группу в расширенном составе, будем решать. Народ всегда решает. У нас только так, голосование, как и везде. Народ способен решить? Ну, конечно. Вы знаете, что вот такая интересная ситуация складывается. Вот нас иногда часто информируют. Публичные слушатели не являются обязательными к учету городостроительной комиссии. Но у нас вот жители, у них самый большой процент людей с высшим образованием в Митине, в Северо-Западном округе. Мы уже сюда приехали. Вот я всегда говорю, мы как американцы. Мы выбрали эту землю. И мы здесь живем. И так, как мы хотим. Мы приехали сюда, замкать на 6 километров, чтобы у нас был воздух, чтобы у нас была природа, чтобы дети гуляли в ландшафтном парке. А в результате нам получают, ребята, получите 30 метров в вышину торговый центр и сидите и молчите в тряпочку. Этого не будет. Мы молчать не будем. Мы будем продолжать. Митинг в Митине собрал около тысячи протестующих и около двух десятков провокаторов. Тем не менее, организаторы уверены, что вопрос о строительстве торгового центра в Митине вполне решаем. Достаточно только пойти навстречу пожеланиям граждан. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ